Какая сегодня приятная встреча! Несмотря на то, что слой яичных царских грибов отошел, еще единично кое-где встречаются эти грибочки. То есть из десяток можно, в принципе, смело найти. Несмотря на то, что это мухомор из разряда аммонитовых, этот гриб встречается здесь у нас в крае достаточно часто. Особенно вот август, конец июля, начало августа, их идет первый слой. Эти грибы очень вкусные, они очень полезные, питательные. Как и все мухоморы, они растут, естественно, из яйца. Я вам сейчас покажу. У этого гриба есть брат, можно сказать, близнец. Тоже почти так же выглядит, но произрастает он в основном на Дальнем Востоке. Тоже царский гриб, он зовется, но дальневосточный. Наш гриб ничем от него не отличается. Он такой же вот по консистенции, по внешнему виду, по аромату, абсолютно один в один. Эти грибы употребляются в пищу полностью, кроме вот этой вот белой оболочки. Белая оболочка удаляется. Гриб можно, некоторые в Италии даже, я знаю, едят в сыром виде, добавляя его в салат. Вот, мы обычно его не отвариваем, а сразу кладем на сковородку, в жарку он идет. Я, например, их консервирую. То есть консервирую я как? Обычно грибы первый раз провариваются, царский гриб в этом не нуждается. Этот гриб можно помыть, почистить и сразу уже добавлять в рассол. В рассоле он немножко покипит, и тогда можно раскладывать по баночкам. Вот тогда он почти не теряет своего цвета. Сироп в баночке остается такого золотисто-оранжевого, как его шляпка. А если проварить его перед этим, то, конечно же, шляпка полиняет, и она станет такая вот бледно-желтого цвета. Гриб очень полезный, очень вкусный. Отличается от поплавка шафранового тем, что ножка его желтая, у поплавка она белая. Шляпка у него, видите, такого цвета, необычного, оранжево-красноватая. Пластинки под шляпкой всегда у него желтого цвета, густые достаточно. Хороший грибок можно взять. Берем. Ой, какой большой, классный вообще. Видите, какое огромное яйцо у него, из которого он вышел. Нога какая, сантиметров, наверное, 15 будет, и в диаметре, наверное, сантиметров, ну, больше 10 точно. Шикарная особь. Ой, ну вообще класс. Вот такие грибочки сейчас, они все раскрытые идут, уже в яйце их почти не встретишь. Такие грибы еще лучше брать, потому что в раскрытом виде уже точно не ошибешься, что это не какая-то небледная поганка, которая в яйце очень похожа на царский. Вот прям вот идеально. Попробуем срезать, так глубоко сидит в своем яичке. Ну, ничего, хорошо пахнет прям. Настоящий грибной запах такой вот. Ароматный очень. Только что, буквально, недавно совсем красавец какой, яичный, царский, мухомор Цезаря. Желтый, с оранжевой шляпкой такой яркой. Вольву мы оставляем прямо здесь, в лесу, потому что нет смысла везти с собой. И колечко, пожалуй, я тоже сразу оберу, чтобы лишний груз нанести. Красавец просто шикарный. Специально для вас сорвала вот такие вот грибы. Этот гриб называется мухомор серо-розовый. Гриб съедобен, как и цезарский мухомор. Этот гриб можно брать, он хорошо идет в маринад, в жарку. То есть, смотрите, от пантерного мухомора, который по своему виду тоже напоминает этот гриб, он отличается цветом шляпки. Она с розовинкой здесь идет, смотрите, видите, розовинка проскакивает. Может, плохо видно, потому что здесь такой вот тенек, заросли. Но, как мы распознаем этот гриб? Ножка у него всегда будет розоватая, в отличие от второго экземпляра, который ядовит пантерный. Тут будет у него все равно беловатая ножка. При срезе или сломе внутри гриб кровоточит немножко. Видите, тоже розоватый у него сок. Также при разламывании пластин этот гриб тоже будет розоветь. Вот, смотрите, видите, видно на сломе. Ножка у него, как и у всех мухоморов, булавовидная. Также имеется кольцо на ножке. Вот, видно, что он розовеет на сломе. В принципе, да, можно и зонтиком спутать, но это не страшно, потому что есть такие зонтики, которые тоже, да, краснеют на сломе. Можно взять серо-розовый мухомор и приготовить его. Считается тоже достаточно неплохим последним четвертым сортом гриба. Разбросаем его, пусть распножается. К сожалению, уже отходит на данный момент серо-розовый мухомор. Уже встречается очень редко. Но гриб, тем не менее, хороший. Можно будет взять, если найдем хорошие экземпляры. По своему составу также гриб полезен всякими веществами. И, кстати, знаете, все мухоморы в себе несут что-то хорошее. Как красный мухомор. Он широко распространен у нас в лечебных парафилактических целях. Настойки из порошков, сушеных мухоморов часто употребляются сейчас в народной медицине, да и вообще в лекарственных всяких целях. Так что никогда не поздно не съесть, но взять его для каких-то медицинских лечебных настойчиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok